Почему бы нам не есть насекомых? Веками люди питались всевозможными насекомыми. Жуками, гусеницами, саранчой, кузнечиками, термитами и стрекозами. Этому занятию даже есть название энтомофагия. Древние охотники-собиратели, возможно, научились этому от животных, питавшихся богатыми белками насекомыми, и последовали их примеру. По мере нашей эволюции, насекомые стали частью нашей диетической традиции, выполняя роль как основного продукта питания, так и деликатеса. В Древней Греции цикады считались роскошной закуской. И даже римляне находили личинок насекомых, восхитительными на вкус. Почему же мы утратили вкус к насекомым? Наш отказ имеет историческую причину. И эта история, возможно, начинается около 10 тысяч лет до нашей эры в плодородном полумесяце, в Ближневосточном регионе, ставшем главной колыбелью сельского хозяйства. Тогда наши, когда-то кочевые предки, стали селиться в полумесяце, и, учась возделывать культуры, и одомашнивать животных, они поменяли свое отношение, которое стало распространяться на Европу и весь западный мир. Начав заниматься земледелием, люди, вероятно, отвергли насекомых как простых вредителей, уничтожавших их посевы. С ростом населения и развитием городов на Западе ослабевали связи с нашим собирательским прошлым. Люди просто забыли свое насыщенное насекомыми прошлое. Сегодня люди, непривычных к энтомофагии, насекомые просто раздражают. Они жалят и кусают, и забираются к нам в еду. У нас на них срабатывает фу-фактор. И нам отвратительно. Сама идея приготовления насекомых. Почти две тысячи видов насекомых идут на приготовление пищи, составляя немалую часть повседневного рациона. Двух миллиардов людей во всем мире. Охотнее всего их потребляют в тропических странах, культуры которых это приемлет. К тому же насекомые в этих регионах намного больше, многообразнее, и склонны собираться в группы или раи, что упрощает их сбор. Например, Камбоджа в Юго-Восточной Азии, где огромных тарантулов собирают, жарят и продают на рынке. На юге Африки основу рациона составляют сочные гусеницы мапани, которые кипятят в пряном соусе, или сушат и едят, посолив. А в Мексике клопов хумелис, шинкуют и поджаривают с чесноком, лимоном и солью. Насекомых можно есть целиком, как полноценное блюдо, а можно измельчать в муку, порошок или пасту, для добавления к еде. Но дело не только во вкусе, они еще и полезны. На самом деле, ученые говорят, что энтомофагия может стать экономичным решением. Проблема нехватки продовольствия в развивающихся странах насекомые могут содержать до 80% белков, жизненно важных кирпичиков организма, а также много питательных жиров, волокон и микроэлементов, таких как витамины и минералы. Вы знали, что в большинстве съедобных насекомых столько же или даже больше минерального железа, чем в говядине, что делает их огромным нетронутым источником? Если учесть, что дефицит железа сейчас самая распространенная проблема питания в мире, мучной червь – еще один питательный пример. Обитающих в Америке желтых личинок жуков легко разводить. В них много витаминов, масса полезных минералов и могут содержать до 50% белка, почти столько же, как в соотносимом количестве говядины. Для приготовления просто обжарьте их на сливочном масле или поджарьте и полейте шоколадом, чтобы получилась хрустящая закуска. Необходимость преодоления фуф-фактора компенсируется питательностью и вкусом. В самом деле, насекомые могут быть восхитительны. Мучные черви на вкус, как поджаренные орехи. Саранча напоминает креветок. Некоторые говорят, что сверчки пахнут попкорном. Разведение насекомых для еды, к тому же, не так вредно для экологии, как скотоводческие фермы, потому что насекомые производят намного меньше парниковых газов и требуют намного меньше места. Воды и корма. В социально-экономическом плане выращивание насекомых могло бы поднять уровень жизни в развивающихся странах, поскольку насекомые овощеские фермы могут быть маломасштабны, высокопроизводительны и при этом относительно экономичны. Из насекомых также можно получать более оптимальный корм для скота. Их можно выращивать на органических отходах, таких, как овощная кожура, которые иначе гнили бы на свалках. Уже проголодались? Оказавшись перед тарелкой жареных сверчков, многие до сих пор испытывают отвращение, представляя, как все эти ножки и усики застревают между зубами. Но подумайте о лобстере. Это почти как гигантское насекомое со множеством ножек и усиков, воспринимавшееся когда-то как убогая, отвратительная еда. Сегодня лобстер — это деликатес. Может ли так же радикально изменить соотношение к насекомым? Дайте им шанс. Закиньте того жука в рот и хрустите с удовольствием. Если вам было интересно, поддержите проект подпиской, лайком или комментарием. Ссылки и больше информации в описании к ролику. Спасибо, что смотрите наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Мастер-класс Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok